Микс Ньюс Микс Ньюс Своим фестивалем Ну, может быть, тогда Несколько слов вот об этом интересном проекте Чем он посвящен И вот ваше участие Какое участие именно вот Конкретно вас В этой задумке Нас познакомил Кирилл Серебренников, ну я имею ввиду нас Меня Артема и Гидона Кремера И предложил вместе поработать Над видео Для его концерта, который посвящен Столетию Моисея Вайнберга Я, как человек, который любит Классическую академическую музыку Конечно, о нем слышал Но вынужден признаться, что для меня Вайнберг был, ну не просто автор музыки К Винни Пуху, например, да Знаменитые песенки Ну и музыкального ряда Не только автор музыки К фильму «Летят журавли» Я знал, что слушал какие-то фрагменты Его сочинений Но вот, когда я услышал, например, его симфонию Кадиш И увидел ее номер 21 Я понял, что до нее есть еще 20 симфоний Что это был человек какого-то невероятного симфонического масштаба И должен признаться и поблагодарить Что благодаря этому проекту Я эту музыку стал слушать И смог ее расслышать И перед нами встала, на самом деле, очень трудная задача Какой визуальный ряд можно этой музыке предложить Так, чтобы ее не перебивать, во-первых Потому что, если композитор Моцарт Или друг Вайнберга Шостакович Это общее место культуры Все его слушали И в случае с Вайнбергом ситуация прямо другая Нужно было сделать такой видеоряд Который бы не мешал эту музыку расслышать Тем более в год столетия И мы вспомнили, например, что когда-то В схожей задаче Нельзя сказать в той же В схожей задаче был режиссер Эйзенштейн Когда Прокофьев сначала написал музыку А Эйзенштейну нужно было раскадровать свой фильм Так, ну, сцена там «Ледового побоища», например Чтобы она подошла уже именно к этой музыке Поэтому мы старались сначала Очень хорошо эту музыку услышать Ну, а потом придумать к ней видеоряд Что это будет? Мы оба считаем, что, ну, я и Артём Что называть видеоряд Это точно так же, как напевать сейчас В эфире «Болткома» музыку Вайнберга Так что приходите, посмотрите и послушайте Я понимаю, что мировая премьера состоится Совсем скоро в Амстердаме Да, Холланд-фестиваль Да, 7-го числа А у латвийской публики будет возможность Увидеть, ну, практически репетиции, да, вот этого Или это будет премьера тоже? Ну, мы сначала покажем здесь Это будет такой внутренний показ До Амстердама А потом в Амстердаме Это уже на большом экране И, насколько я помню, в сентябре Это будет показано уже как премьера В Риге Вот Ну, вот об этом Может быть, мы ещё вернёмся Но вот мы с вами, Валерий Виделись действительно 5 лет назад И тогда Когда Кирилл Серебренников привозил В Ригу метаморфозы И Да, он Медея Медея, кстати, вот сейчас обосновалась В нашем практически Вот Рижском театре русской драмы Казалось бы, ничего не предвещало То есть, это вот была Ну, была беседа Я помню, что вот когда ещё Кирилл приезжал Я несколько раз ему всё время задавал Вопросы, которые начинались со слов Вы не боитесь, вы не боитесь И он в какой-то момент сказал Олег, я ничего не боюсь И вот через буквально год Случились эти драматические события Кирилл оказался под домашним арестом Вот насколько тяжело было театру В этот период И насколько театр смог отстоять Насколько была роль, может быть Вот как раз таки в театре В том, чтобы создать это общественное мнение Всё-таки я понимаю, что под давлением Которого сейчас произошли какие-то позитивные сдвинения Театру все эти полтора года было непросто Потому что никогда не хочется работать Просто без человека Который это место придумывал Которому-то раньше мог подойти в любой момент И который всегда был рядом А теперь его почему-то нет По причинам более чем надуманным, на мой взгляд Все эти полтора года, тем не менее, мы продолжали работать У нас были и есть премьеры Я делал свою работу Вступление к спектаклям Артисты играли тот репертуар, который уже сложился Просто все эти полтора года мы открывали для себя новую реальность Вот просто параллельную раньше Если пять лет назад, уже шесть, мы открывали спектаклем Идиоты большую сцену в Гугл-центре Это была первая премьера Серебренникова в театре И тогда вот та тюремная клетка, которая стояла на сцене Была тем, что мы видели до этого в телевизоре Потом мы увидели в ней сначала самого Кирилла Когда его только арестовали Потом уже без нее, но в зале суда И мы обнаружили эти фактуры, как говорят художники, в реальности Это, конечно, большой стресс для художника Потому что художник, как известно, нежный цветок А суды начинаются рано, в 9 часов утра И все довольно грубо себя ведут с художником И вообще с человеком Поэтому мы открыли для себя параллельную реальность И поняли, что, наверное, на самом деле Вот я о себе скажу Об этом надо знать Надо знать о том, что происходит рядом с тобой А просто все об этом начинают думать Тогда, когда он уже придет непосредственно в твой дом Вот в наш дом оно пришло И сейчас при этом, при всем Кирилл Серебренников уже находится не под домашним арестом Его территорией домашнего ареста стала Москва В каком-то смысле Потому что находится под подпиской о невыезде И поэтому он не может ездить в Европу В том числе со своими спектаклями Вот, но мы, конечно, надеемся на лучшее Потому что без этой надежды просто невозможно работать Я знаю, что у вас, Артем, одна из работ Которую вы снимали во ВГИКе Как раз-таки была посвящена Кириллу Серебренникову Может быть, вы расскажете несколько слов Вот об этом проекте И вообще удалось ли его завершить И как это происходило? Да, вы правы, мой дипломный фильм посвящен Аристу Кириллу Семеновичу Театру Гоголь Центр Я хотел этому посвятить свой фильм в сентябре Но потом в процессе съемок Идея кардинально изменилась И оптика тоже как-то поменялась точкой зрения на эту проблему Потому что я столкнулся с какими-то абсолютно противоположными взглядами И с которыми я был не согласен в своем ВУЗе, во ВГИКе Когда начались какие-то запреты в отношении фильма В отношении сценария Но сначала, я понимаю, что сначала было все утверждено Все утверждено было, да, абсолютно То есть к нашему фильму было приковано максимальное количество внимания И от нас требовали просто поминутный документальный сценарий Вот у нас Так как фильм все-таки дорогое искусство У нас старались отобрать все, что только было возможно Все какие-то прямые расходы Мы уже с этим готовы были согласиться Чтобы просто уже приступить к съемкам И как только мы приступили Мы тут же их практически закончили Потому что второй сменой с ВГИКом Была наша акция в поддержку Кирилла Серебренникова И после этого мой материал был по сути арестован Его мне не давали То есть мы снимали какие-то кадры И после смены мне их не выдавали Вот И мы поняли, что придется С ВГИКом Прекратить какие-то все дальнейшие отношения Съемки, потому что я понимал, что Как только я сделаю фильм Он будет Он останется во ВГИКе Мне его никто не даст И не смогу его просто показать Да, я Расшифрую ВГИК – это институт кинематографии Во-первых Во-вторых ВГИК запретил эту акцию Поэтому мы сняли ее Сами Вот Но еще, как Артем верно сказал До того, как мы ее сделали Я вспомнил слова покойной Елены Греминой О том, что Не считай, это форма цензуры Когда тебя лишают Прямых расходов Тебя, по сути, цензурируют И, заметьте, все, что происходит В том числе в деле Серебренникова Не называется Ничем иным, как экономическими причинами Никто не говорит художнику, что с ним есть эстетический конфликт Политический, социальный, еще какой-то Да, говорят Нет Дело в деньгах Поэтому То же самое Та же самая логика вдруг включилась Тогда, когда мы, надо сказать Решили довольно наивно, что можем об этом Разговаривать Что можем об этом снимать И мне наш Общедруг Илья Сказал Ну, знаете, с некоторой иронией Когда мы ему говорили про нашу тему Он сказал, ну, что вы можете снять про театр Все про него уже все сняли и сказали Никто не будет никаких препятствий вам чинить Потому что это общее место А потом, когда все это стало увеличиваться И нарастать как ком Один запрет, второй запрет Он на встрече сказал Да, я не знал, что эта тема такая заряженная И вдруг выяснилось, что Искусство определенное Какие-то персоналии в России Невероятно заряженные Вниманием Негодованием Еще чем-то И вот Серебряников, Google Center Это место во всех смыслах заряженное До сих пор То есть получается, что Не запрещая напрямую То есть как будто бы Ну, никто не говорил вам Что эта тема запрещена И мы не можем Там Упоминать имя Серебряникова Тем не менее Просто вот ставились какие-то Ну, другие объяснения Другие препоны, да? Да, разумеется Первое, это финансовое Второе, ну, так как Артем Настоящий документалист Да, очень важно Документалисту собрать Доказательную базу Потому что, когда Ты выйдешь там С какой-то встречи Тебе все скажут Что этого не было Что это было не так Поэтому Артем Как человек хорошо подготовлен Вот А на мой взгляд Смог составить В своем фильме Очень важный Ну, почти исторический Документ Того Как сегодня Выживает цензура Даже не выживает А живет цензура в России То есть Я понял Что одним из приемов Было Поскольку было невозможно Снимать в зале суда Просто Вложить слова Кирилла Серебряникова В уста других людей Да, поэтому акция Собственно и называлась Быть Кириллом Серебряниковым Потому что Мы предложили Другим людям Буквально встать На его место Это место очень Ну, на самом деле Непростое Да И сказать эти слова От его лица Это все Что мы хотели сделать И вдруг выяснилось Что это Ну, делать нельзя Под предлогом Что это политическая акция Да, причем Впервые вообще Это было произнесено Не нами А собственным институтом Кинематографии Что нас очень сильно удивило Потому что Более того Мы друг другу Даже лично говорили Что мы не касаемся Политики Мы про эстетику Мы про гражданскую позицию И вот К сожалению Сегодня такая ситуация Когда Художник Даже если он Хочет Нарисовать Просто ромашку На закате В какой-то момент В ней все равно В количестве Лепестков Или в оттенках Все равно Кто-то разглядит политику Артем А дальше Вот Судьба фильма То есть Получается Что он так Лег на полку То есть Не был снят Получилось Даже два фильма Да Вот То есть Один фильм Который Мы снимали Сами Мы нашли Друзей Которые нам помогали С камерой Со звуком Оператор Алексей Вензес Подключился Вот Мы снимали в театре Все что происходило В театре Рядом с судом Мы делали зарисовки В зале суда Потому что там Снимать нельзя Мы писали звук То есть Мы собирали Ну Фильм Вот И параллельно Я снимал все что происходит Вокруг меня Во ВГИКе Я записывал звук Снимал на скрытую камеру Потому что я понимал Что мне просто Никто не поверит Что все это Происходило со мной Вот И так же Все вылилось В то что я сам попал Уже в прокуратуру Со своим каким то Небольшим Но Делом Вот Вот И Сейчас для защиты Я готовлю фильм Который снят Вот именно Про ВГИК Это получился фильм Про цензуру Про запрет Про невозможность Снять фильм И Надеюсь Что меня допустят До защиты Потому что это Потому что в комиссии Будут сидеть люди Про которых этот фильм Которые его запрещали Которые мне мешали Которые мне не помогали Ну и Насколько я знаю Там даже Напрямую Ну не то чтобы угрожали Но Даже отправляли Совершенно Грубые Оскорбительные Хамские Сообщения Это исходило Именно от Да Я просто как человек Который работает с языком Могу Сказать Что я испытал Даже в каком-то смысле Филологический восторг От этого Потому что Было очень интересно Пройти По всему Путе Он оказался длинным От оскорбления До Признания Официального признания Его Не оскорбления И вот В этом смысле Кейс Артема Ферсанова Он очень показателен Для сегодняшней России Его можно отправлять Всем тем людям Которые считают Что их оскорбили И там Дальше начинаются Интереснейшие Филологические Бюрократические Вещи Например Я не хочу Давать мастер-класс В эфире Но оказывается Если поставить В конце Оскорбление Вопрос То оно перестает Быть оскорблением Например Вы оказывается Облекаете его В риторическую форму Таким образом Ну вы понимаете Если всерьез Сотрудники Правоохранительных Органов Начинают Прибегать К таким уловкам То вы понимаете Что прав был Русский народ Который сказал Закон что дышло Как повернешь Так и вышло Вот как-то так Ну что же Мы сейчас Буквально ненадолго Прервемся Я напомню Что сегодня В нашей студии Драматург Гугльцентра Валерий Печейкин И режиссер Документалист Артем Ферсанов Мы продолжим Нашу программу Встретились Поговорили Буквально Через несколько минут Продолжается Программа Встретились Поговорили Я напомню Что сегодня У нас Драматург Гугльцентра Валерий Печейкин Режиссер Документалист Артем Ферсанов И поводом Для нашей встречи Как раз таки Послужила Новая программа Гедона Кремера И Кремераты Балтика Посвященная Столетию Композиторам Вайнберга И Ну вот мы В первой части Уже затронули Может быть сейчас Еще раз Вернемся Чтобы более Может быть подробно Рассказать Для тех Кто только подключился К радиоболтком Еще раз напомнить О том что В Риге Практически состоится Закрытая премьера Мировая премьера Состоится в Амстердаме 7 июня Чем же все таки Вайнберг Заинтересовал Ну вот Гедона Кремера И что это была Все таки за личность Насколько она Была достойна Какого-то Ну такого пристального внимания Я думаю что Музыкант Музыкантом Может заинтересовать В основном музыкой И это правда Музыка первого ряда То есть Вот когда иногда Слушаешь Даже В классике Есть композиторы Второго ряда Скажем там Современники Моцарта Разного уровня Ну тут же Сальери Берешь и слушаешь Очень неплохая музыка Ну Если вслушиваться То понимаешь Почему все таки Второго ряда И вот Вайнберг Это абсолютно Хайлайт Это первый уровень Первый ряд Его можно ставить Спокойно рядом С Шостаковичем Сам Шостакович Говорил что Это Ну как бы Выдающийся Автор Там Например Про его оперу Пассажирка Он сказал Какие-то очень Важные И громкие Слова Поддержки И вот Музыка Вайнберга Это абсолютный Шедевр Поэтому прежде всего Мне кажется Важно сегодня В год столетия Расслышать Эту музыку Во-первых Во-вторых Когда мы стали О ней думать О том Как ее можно Изобразить Хотя Очень сложно Изображать Академическую музыку Тем более такую То мы конечно Обратились К биографии Ну вот такая Возникла у нас Попытка литературы Центричности Сразу скажу Она ни к чему Не привела Потому что Там нет подсказок При том Что его родственники Погибли В концентрационном Лагере У него была У самого Очень легкая Судьба Он был арестован Потом отпущен Уже в Советском Союзе Вот этот человек Не оставил Никаких разгадок В отличие от Шостаковича Который У которого Ну довольно Иногда просто Найти и понять Какому событию В жизни В истории страны Это произведение Относится А вот у Вайнберга Такого нет Она абсолютно Внутренняя Закрытая Зашифрованная Поэтому мы поняли Что если она На что-то и похожа То наверное На сновидение Вот И ну Про дальнейшее Я говорить не буду У каждого Свой сон И на что он похож Непонятно Но вот Этот ключ Мы искали Довольно долго То есть художник Он тоже Когда думает О другом авторе Он проделывает Некоторый Внутренний Интеллектуальный Ментальный путь К поиску Ответа И вот Вайнберг В каком-то смысле Типичный Житель Советской Эпохи Потому что Ты понимаешь Что он прожил Очень серьезную Жизнь И оставил Огромное Наследие Которое Теперь Нужно Дешифровывать Вот собственно Этим Мы И занимались А какая Вот роль Артема Была В этом Проекте То есть Да Вот я хотел Как раз Рассказать Вообще В основе Нашего Концерта Режит Эксперимент То есть И вообще Мы задали себе Вопрос Что Если Соединить Музыку И видео Что из этого Получится И Видео Не абстрактное Как Фильм Волта Дисне Фантазия А сделать так Чтобы Музыка Плюс Видео Оно Привело К какому-то Новому Третьему Смыслу И Получился Такой В итоге Зеркальный Коридор Где У нас Из составных Частей Это музыка Вайнберга Это Гидон Кремер Со своим Решением Этой музыки Это Наше Видео Плюс Все это Обрамляет Детское Стихотворение Юлиана Тувима Близкого Друга Вайнберга И Еще Плюс Восприятие Самого Слушателя И Кажется Что это Сложно Но Сейчас На репетициях Я вижу Что Все На своих Местах И Концерт Получился Очень Нежным Легким И Интимным Насколько Легко Работается Насколько Требовался Дон Кремер Насколько С ним Общий Вы улыбаетесь Общий Язык Идеи Которые Вы предлагаете Насколько Они сразу Воспринимались Я Буквально Вчера Посмотрел Уточнил Возраст Гедона Кремера Которого Мне все время Хочется Назвать По отчеству Гедон Маркусович Он говорит Гедон Ему 72 года 72 года Быть таким На самом деле Подростком Потому что Для академической Среды Которую он Представляет Включать Не просто Видео В концерт А придумывать Его Снимать его Вместе С нами В каком-то Смысле И монтировать Это Большой Ну во-первых Риск Потому что Ты никогда Не понимаешь Что ты получишь Вот А во-вторых Человек Все время Себя В этом Даже Возрасте Пересобирает Заново Придумывает Ставит перед собой Новую задачу И это Очень здорово Я Правда Я ему завидую Потому что Я не знаю Что будет со мной В 72 года Я Вот уже Значит Понимаю Что некоторые Приложения В телефоне Для меня Слишком сложны Что мне нужно Оставить Несколько кнопок Вот И все на этом Поэтому Я восхищаюсь Его Юностью Я восхищаюсь Тем На самом деле Как он Признает Даже в таких Молодых На самом деле Художниках Авторах Как мы Равных Это очень важно Это делает Далеко не каждый Потому что Ну Мы понимаем Что он Маэстро Мэтр И Будем откровенно Говорить Гений Вот И Оказывается Свойство гения Это легкость И способна Слышать других Поэтому Я очень Доволен Тем Как у нас Проходят репетиции Вот И Я Многому Учусь У него Потому что Он как большой Мастер Очень важно Оказывается Не нервничать Переживать Но не нервничать Вот Я для себя Такую максимум Вывел Ну Мне кажется Что еще Вот вас Должно роднить Чувство Ведь Гидон Крамер Мне кажется Человек мира Вот Вы ведь Родились В Ташкенте А затем Переехали Когда в Москву Я в одном из интервью Читал Что вы все равно Говорили о том Что вам сложно Называть Россию Родиной Вот именно Ну вот В смысле Того Что это Ну нет Этого Какого-то Прямо Чувства Корней В общем-то Да Потому что Россия Для меня До сих пор Остается местом Куда я все время Переезжаю Вот И которая Пока Не заинтересована Наверное Ни в ком Ни в одном Своем гражданине Это очень важное И болезненное Чувство Было И остается Для меня Когда Я и многие люди Которых я знал Тогда В своей Юности Они хотели Приехать в Россию И все время Оказывались В ситуации Картины Не ждали Вот И На самом деле Если что-то Ироднит Нас Друг с другом И с большими Авторами Извините за пафос В том числе С Вайнбергом Который Тоже приехал В Советский Союз В Россию В надежде На спасение Это то Что И Вайнберг И Прокофьев Который вернулся Они вернулись В место Где их Оказывается Не ждали И вот Если Что-то Если бы Вот в России Было Не знаю Министерство Не культуры А министерство Как там У Пелевина Да Отдела русской идеи Да Вот мы К сожалению До сих пор Не чувствуем Это место Нашим общим домом Россия Настолько огромная Россия Настолько холодная Она настолько Бесконечная Что ли Что В ней До сих пор В этом смысле Нет Ощущения Дома Вот Вот И И это Как ни странно Становится Общим Каким-то Знаменателем Для всех Ну вот Как раз Вы сейчас Затронули Больную Тему Ведь Это Очень Мне кажется Сейчас Отзовется В сердце Многих Людей Русскоговорящих Которые Живут В Латвии Которые Может быть И уже Родились На территории Латвии И Вот Я понимаю Что удерживает Их Может быть Именно Вот это Ощущение Того Что Несмотря на Все призывы Вот действительно Ли их ждут На родине Ну то есть Вот Возвращение В Россию Из Латвии Многих Как Ну вот Именно Удерживает Вот то Что Вы сказали Не ждали То есть Не все Ощущают То что Их ждут И они смогут Как-то обустроиться В то же время Вот что бы Вы посоветовали Может быть Русским Которые живут Здесь Которые хотят Сохранить С одной стороны Менталитет Любить Россию На расстоянии Или Что Ну Даже Находясь Внутри России Все равно Чувствуешь То расстояние Которое Тебя От нее Отделяет Да Она Всегда Это Какая-то Центробежная Сила В нее Возникает Ну Я Опять же Как человек Который Занимается Культурой И языком Мне кажется Не может Быть Оружие Точкой Притяжения Не может Быть Не могут Быть Деньги Точкой Притяжения Как бы Не хотелось А вот Все-таки Библиотечная Ценность Ей Быть Может Вот Вайберг Это Определенно Библиотечная Ценность Это Музыка Которая Является И маркером Времени И маркером Выходящим За пределы Жизни автора Вот То Что Сегодня Мы Празднуем Его юбилей Все-таки Вот Сначала В Риге Потом В Амстердаме Потом Снова В Риге Но Пока Не в Москве Говорит О том Что Россия Считает Себя Настолько Большой Настолько Обширной Что Не обязательно Помнить О таких Людях И об Их Юбилеях Вот Это Очень Горько Мне кажется Если Ну Как-то Вот Значит Себя Собирать То Нужно Собирать Себя В том Числе И Не забывая О таких Людях То есть Настолько Богато Талантами Что Что Может Разбрасываться К сожалению А Говоря Вот Про Вашу Работу В театре У Кирилла Серебренникова Насколько Само Вот Ощущение Что Часто Вам приходится Не только Писать Собственные Пьесы Но и Обрабатывать Литературный Материал Вот Адаптировать Насколько Вот это То Что Было И с Метаморфозами Овиде И с Другими Вот Пьесами Которые Ставятся Не Не Ущемляет Ли Это Авторское Самолюбие Ну то есть Вот Когда Как Композитора Которого Просят Сделать Аранжировку Чужой Музыки У него Может быть Есть И Свои Симфонии Я Вспоминаю Всегда Шекспира И То Что Пьеса Ромео Джульетта Это Переписанная Пьеса Надо Об этом Мне кажется Всегда Да Это Тоже Период Переписывания Если Взять Маленькие Трагедии Пушкина В гугл Центре Есть Такой Спектакль Вот Просто Если Пройтись По Названиям Это Все Переписанные Тексты Ну Кроме Моцарта И Сальери Собственно Моцарт И Сальери Был Придуман Для Того Чтобы Пушкин Показал Я Могу Создать Свой Миф А Ведь Все Остальные Маленькие Трагедии Даже Если Начать Сцена Из Фауста Отделя Но Тем Не Менее Это Или Гёте Или Англичане Или Либретто Оперы Дон Жуан Лоренцо Дапонто Это Все Чужие Тексты Которые Он Взял Потому Что Публика Хочет Узнавать Публика Хочет Узнавать И Вот Взял Чужие Тексты И Переписал И Этой Традиции Уже Много Столетий И Особенно Авторы Сюжетных Вещей Те Кто Работают С текстом Они Заложники Этой Ситуации Точно Так же На самом Деле Заложники И художники Этой Ситуации Которым Говорят Что Вот Такие Формы Эти Фигуры Эти Цвета Нам Нравится Больше В меньшей Степени Кстати Музыканты В этом Смысле Музыке Повезло Чуть Больше Чем Остальным Искусством Потому Что Особенно Академическая Музыка В этом Смысле Выросла Отделилась В такое Замкнутое Хозяйство Которое Производит Ровно Столько Новой Музыки Сколько Ее Сегодня В мире Может Употребить Слушателей И Количество Этих Слушателей Я не знаю Сколько Это Золотой Миллион Какой-то Он По-прежнему Остается Для нее Питательной Средой Ну А Весь Пол Классиков Ушел Что Называется В рингтоны Смартфоны Вот Но Тем не менее То Что Вот Сегодня Продолжается Празднуем Юбилей Ваннберга И Есть Кому Это Сыграть На Очень Высоком Уровне Есть Кому Это Послушать Говорит О том Что Музыка В этом Смысле Давно И Правильно Ушла С рынка Сказала Нет Товарищи Вот У нас Есть Своя Возможность На Маленьком Острове Построить Маленькое Государство Вот Мы Там Будем Жить И Мне Приятно В этом Государстве Тоже Бывать Имя Кирилла Серебникова Оно Становится Таким Ключом Который Открывает С одной Стороны Его Арест Они сделали Его Своего Рода Мучеником И Человеком Еще Более Известным Скажем В Европе В Америке То есть Вот это То Что За него Вступилось Такое Большое Количество Людей По всему Миру Для меня То Что Делал И делает Кирилл Серебренников Это То Что Вызывает У меня Честно Говоря Как У Сальери Иногда Даже Просто Зависть Потому Что За эти Полтора Года Что Он Провел Под Домашним Арестом Он Сдел Гораздо Больше Чем Я Человек Который Выходит На Улицу Понимаете Вот Если Я Хочу Чей Мастер Класс О Тайм Менеджменте Узнать Вот Это Мастер Класс Серебренников И Он же Был Автором Идеи Этого Концерта Потому Что Ему Где Бо Он Не Находился В Каких Бо Условиях Он Не Был Ему Удавалось Быть Современным Ему Удавалось Узнавать Даже Через Адвоката Через Флешку Что Происходит В мире И Продолжать Придумывать И В том Числе Вот Наш Проект Это Результат Его Домашних Размышлений Вот Я Так Понимаю Что Сейчас Работа В театре Вернулась К обычному В обычное Русло Или Все-таки Еще Ну Ну Знаете Оно Уже Практически Вошло В тот же Очередное Заседание Суда Что Там Будет Ну Там Результаты Экспертизы Должны Прийти Вот Посмотрим Но Сейчас Тем более Завершение Сезона Вот В этом Смысле Уже Почти Так же Спокойно Как И Было Когда-то Мы Надеемся Что Этим Летом Тем более В год Театра В России Все Это Закончится Ну Вот Возвращаясь К вопросу О цензуре Ведь Советская Цензура Зала беспощадно Фильмы Западные Советский Зритель Привык К тому Что ему Что-то Недопоказывают И Сейчас Вот Мы Сталкиваемся С Очередными То Сталина Заменяют На Гитлера В озвучке Там Хеллбоя То Какие-то Ну Какие-то Мелочи Казалось бы Где-то Пропускаются Фразы Не Субтитрируются Или Переозвучиваются Но Вот Тот Момент С фильмом Рокетмен Который Сейчас Возмутил Очень многих Я понимаю Что Россия Увидит Очень Куцю Ну Я даже Не побоюсь Кастрированную Версию Фильма Рокетмен О жизни Алтана Джона Где будет Вырезано Все что Связано С его Ориентацией И с Употреблением Наркотиков Насколько Все-таки В наши Дни Казалось бы Ну Уже Ну Все все знают Тем более Что у него Там должны быть И возрастные Ограничения Вот Насколько Это Имеет Смысл Вот так Корежить Фильмы И менять В результате Этого И даже Смысл Картины Поменялся Вот насколько Я могу Понять Посмотрев Эту картину И понимая Что из нее Вырезано На мой Взгляд Смысла Нет в этом Никакого На мой Взгляд Выбирая Из двух Видов Зла Я бы Этот фильм Вообще Не пустил В прокат Да Потому что То что С ним Произошло И Это ведь Все уже Знают Делает Его не то Чтобы Бессмысленным Просто Кто-то Пинцетом Грубо говоря С каждого Пирожного Убирает Значит Эту розочку Или Ягодку Которую Положил Производитель Потому что В России Оказывается Нельзя розочками Украшать Пирожное Поэтому Детально С каждой Копией Эти сцены Будут убраны Ну Что-то Можно сказать Это смешно Еще раз говорю Это возможно В ситуации Когда уже Построен Фаервол Уже Вернее Есть Стена В интернете И просто Люди Об этом Никогда Не узнают Вот как Я начал Вчера смотреть Сериал Чернобыль Да Он заканчивается Первая серия Тем что Нет Мы отключим Телефоны И построим Стены Вокруг города Стены Молчания Никто Не узнает Правды Мы не в Чернобыле Ну Еще раз Тем более Аудитория Элтона Джона Более Или Менее Что-то О нем Знает Цензурируя Эти сцены К ним привлекается Еще больше Внимания Кроме того Вспомним Известный Анекдот Про Петра Ильича Чайковского Который Заканчивается Словами Мы любим Его не только За это Мы любим Элтона Джона За музыку Мы любим Чайковского За музыку Извините Вайнберга Мы тоже Любим За музыку Он нам Например Вайнберг Не оставил Еще раз Никаких Свидетельств О своей Интимной Личной Жизни Что там Было Как там Было А Не важно Ну Человек Ничего Об этом Не говорил Но Человек Оставил нам Свое Творчество Элтон Джон Оставил нам Свою В том числе Личную Жизнь Как приложение К его музыке Сказал Это важно Ребята Поэтому В этом смысле Я всегда буду Адвокатом Автора Спасибо большое Ну что ж У нас На самом деле Время нашей Сегодняшней встречи Завершилось И еще раз Я хочу Пригласить Всех наших слушателей Кто сможет Попасть Вот сначала На закрытую А затем Уже На премьеру Которая будет Я понимаю Уже в сентябре Пройдет В рамках Ежегодного Фестиваля Кремерата Балтика Это будет Программа Посвященная Столетию Композитора Вайнбергера Спасибо огромное Артем Ферсанов И Валерий Печекин Они были в нашей студии Спасибо Спасибо Спасибо